В этом сезоне всемирно известному режиссеру, профессору Российской Академии Театрального Искусства Дмитрию Бертману исполнилось 50. Торжеств Бертман не устраивал. Вместе с коллегами и близкими друзьями он уехал в Грецию, чтобы взойти на гору Геликон. Согласно древним мифам, Геликон – обитель мус. На этой горе, по легенде, прекрасный юноша-нарцисс, влюбившись в свое отражение в роднике, превратился в цветок. Бертман в родник посмотрел мельком и улетел в Испанию, Германию, Эстонию. Там руководителя Геликон-оперы Дмитрия Бертмана и застал мой коллега Денис Морозов. Шереметьево. Воскресенье. 8 утра. С минуты на минуту закроется посадка на рейс до Таллина. Опаздывающий пассажир без ручной клади и даже без заветного пакетика из дьюти-фри выглядит так, будто собирается проехать пару остановок на трамвае, а не лететь за границу. За час в небе Дмитрий Бертман успел подготовить несколько важных писем и закончить синопсис нового проекта. О коммуникативных способностях Бертмана ходят легенды. Говорят, он со всеми найдет общий язык. И с президентами, и с водителями. В Таллине тоже выиграют машины? Да. Вначале штраф, если долго стоит, там, день, два, три, тогда... А, а если три минуты? Нет. Представляете, три минуты. И ночью, в воскресенье. Пустая Москва. Я вообще в шоке был вчера. Я приехал в островстоянку. Вот там 3,820. Он сегодня вовсе не спал. Отогнал машину домой и в аэропорт. В столице Эстонии Дмитрий Бертман и его театр «Геликон» представляют европейскую премьеру оперы «Доктор Гаас». Пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо огромное. Завтрак Дмитрия Бертмана в его любимом русском ресторане Таллина. Чашка кофе и бублик. Без изысков. В Таллине кофе. В старом городе каждая официантка Аленушка и любой трубачист Урма знают, что Бертман – национальный герой с правительственными званиями и знаками отличия. Я ставил здесь оперу эстонского композитора Эрке Савентюра Валенберг про великого шведского дипломата, который во время войны спас больше 15 тысяч жизней евреев. И здесь разные политические течения тоже существуют, оппозиционные в Эстонии, которые начали говорить, что еврейский режиссер приезжает ставить фашистскую оперу в фашистское государство. И, в общем, была жуткая история, и мне нельзя было сюда въехать. И впервые, наверное, в истории я начал репетиции по интернету. И уже буквально за 10 дней где-то до премьеры я не выдержал, у меня не вынесли нервы, и меня на теплоходе переправили в Таллин ночью, потому что меня ждали тут журналисты, стояли с плакатами, как врага. И я жил в театре и выпустил этот спектакль. И этот спектакль получил все премии, какие только возможны, и европейские, и эстонские, я стал лауреатом государственной премии Эстонии, и мне вручили вот эту награду. А еще Дмитрий Бертман – кавалер двух десятков высших наград и званий 15 стран мира. Он даже рыцарь Мальтийского ордена. С ним престижно работать всем звездам и самым авторитетным театрам мира. Так, в Торонто Дмитрию предлагали пожизненно руководить главной оперной труппой Канады с ежегодным гонораром с шестью нулями. Он отказался во имя Родины. У меня вообще деньги не задерживаются. Как бы я философски к этому отношусь. Мне главное, чтобы у меня был решен вопрос, чтобы мама спокойно жила, чтобы кушать вкусно было. Мне очень нравится покушать. Квартира, в которой я живу, я в ней живу уже 25 лет. Вот все себя уговариваю ремонт сделать. Не могу никак уговорить, потому что я как представлю себе. Мне кажется, после реконструкции в театре у меня такая аллергия на пыль и на проблемы и вопросы, связанные с ремонтом, что, наверное, я так и останусь в этой с ламинатом и с гипсокартонными стенками. И мне там хорошо, главное. После завтрака прогулка вместо зарядки. Дмитрий Бертман заметно прихрамывает, но скорость передвижения по вековой брусчатке у него завидная. У меня делали сейчас капельницы каждый день. У меня вдрызг, разбито коленкой. Мне нужно делать операцию. Я комплексую, что я хожу, хромаю. Дороги Бертмана, где бы он ни был, всегда ведут к храму. Это главный кафедральный собор, храм Александра Невского на самом высоком месте города Таллина. И у меня папа Александр, поэтому я всегда сюда тоже захожу, ставлю свечку. Здесь такое святое место на самом деле. А вообще рядом с этим собором у меня был один раз смешной случай, когда я ставил спектакль в Стокгольме, и на субботу-воскресенье на пароме приезжал просто погулять в Таллинн. И один раз я тут в жару, в яркое лето просто заснул на лавочке и проспал весь день рядом с этим собором. Тридцать минут в молитвах о здравии мамы, близких людей и коллег. И далее на маршруте еще одно место силы. Это самое сердце Таллина, Ратушная площадь. Тут вот этот дом красивейший. Вот в нем я жил, когда ставил свой последний здесь спектакль. Я тут семь спектаклей поставил в национальной опере. И еще вот мы сейчас пройдем, тут есть улочка, где потрясающие пирожные, где мы сейчас нагрешим. Грешить одному не хотелось, и щедрый Бертман накормил местными деликатесами всех, кто оказался за кадром. Наш оператор отказался от столь эклектичного меню. Кабы чего не вышло. Килька с пирожными, да? Прикол. Этот сезон в странах Балтии русский. Театры Москвы и Петербурга, Новосибирска, Воронежа привезли сюда свои самые лучшие проекты. И в залах бесконечные аншлаги. Все билеты на спектакли «Геликон» оперы в Таллине раскупили еще полгода назад. Искусство Бертмана вытрясло из карманов эстонцев по 150 евро за билет. Бертман тоже потратился. На орешки. И попросил побольше. А мне семь штук, дайте, пожалуйста. Сколько? Семь. Семь. Конечно. Это 28 евро. Давайте. Вкусненько. К полудню Дмитрия Бертмана ждали на обед в пригороде Таллина в частном имении известного скульптора Тауна Кангра. Работа Тауна – одна из важных статей эстонского экспорта. Все эти гигантские муравьи, быки и свиньи украшают половину парков Европы. Отлично. Стараемся. Уже ждут. Эстонец какой. Ну, обычно так мы и выглядим. Дом Тауна – бывшая конюшня 16 века. А теперь творческая лаборатория, художественная галерея, ресторан и даже театр. Здесь он устраивает выставки, перформансы и концерты. Он еще с 30-х годов не настраивался. Тауна – старый друг Дмитрия Бертмана, соавтор многих его идей. В этом доме никаких разговоров о политике, только о любви и дружбе. Это исторический момент для культуры, для России и Эстонии. Ура! Спасибо, что пришли. Я очень рад, честно. Это очень важно. До премьеры час. Пока зрители съезжаются к русскому театру эстонской столицы, Дмитрий Бертман заскочил в магазин. Режиссер не скрывает, что шопинг – его вторая страсть после оперы. Я всегда захожу к Виолетте. Это вообще мой родной человек. Я прихожу, она знает все мои недостатки. И она меня сразу ведет туда, что мне хорошо. Спасибо. И она потрясающая. И у нее имя Виолетта. Она просто как в травиате. Виолетта Валерия. Русский театр Эстонии – единственный в стране профессиональный театр, работающий на русском языке. Сегодня здесь собрались все сливки общества. Густав сбитый бомонд. В фойе театра Дмитрия Бертмана встречает чрезвычайный полномочный посол России в Эстонии Александр Петров. Дипломат подчеркнул, что европейская премьера Геликон-оперы – событие государственной важности. Но для Бертмана сейчас важнее оказаться за кулисами, поддержать и обнять всех солистов и музыкантов. Под ту сторону рампы – его настоящий мир, его большая семья. Артисты, привет! Здравствуйте! Удачи! Всем, ну все, давай. Доктор Гасс, привет! Михаил Сеерышев, рок-певец, который поменял статус в своей жизни и стал оперман. Группа «Мастер» помните? Иисус Христос. Это вот он стадионы собирал, променял на оперный театр. Теперь вот оперные театры собираем. Ты моя хорошая, моя звездочка. Это Лидочка Святозарова. Это уникальная девочка, которая у меня училась пять лет в ГИТИСе. Моя студентка была потрясающая, которая приехала в Москву учиться и спала в шкафу-купе целый год. Жила и никому не говорила. Представляете? Потому что общежитие не давали. А сейчас она звезда. И сейчас весь мир стоит перед ней и на нее смотрят вот так. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ АНШЛАГ и бурные овации. Бертман привык к успеху. А на вопрос, как его добиться, Дмитрий на ходу ответит. Летать, не спать и любить. Всю жизнь и все следующие 50 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова